мир всем здравствуйте мои дорогие вы на канале приют ангелов с вами народный батчетов и мы с вами разговариваем о качествах патриота я хотел вам школу патриотизма открыть ссылаясь на свою старую страничку в живом журнале где я в 2011 году высказал идею что патриотизм может стать средством объединения наций через пять лет эту идею повторил президент кстати я очень часто сталкиваюсь с тем что то что я говорю через несколько лет становится общим достоянием и смеемся обсуждая с некоторыми это а в москве еще и пошел слух что я приезжаю помните все время снимаю у кремля и что я хожу туда и советую кому сами знаете что со мной встретилась одна женщина кстати там на манежной мы с ней в торговом центре сели попить чайку она мне и говорит батюшка что опять к нему ходили я говорю кому я так удивился она кивнула и у меня показала что на мавзолей я говорю кому она горит ну к нему опять вас вызывали югру с какой стати на что там ходить ну на совет нет я вам официально заявляю ни в каких советах я нигде не состою официально не состою но знаю что хорошие люди смотрят этот канал и некоторые идеи из него воплощается в жизни я этому рад тем не менее мы с вами продолжаем разговор о патриотизме который на мой взгляд не сплачивающая идея должна быть а несомненно качество общество которое дает возможность развиваться россии а идею я вам высказал и я думаю что она как раз вполне реально да я уже и пару раз услышал опять от того кому советы я не даю что надо все свое поднимать все свое надо развивать все свое вот это может стать национальной идеей при этом это не значит что нельзя брать у китая там или еще у кого-то я вам скажу так чуть ли не 90 процентов того что мы из китая получаем на самом деле мы придумали оно и и есть наше целые фирмы работают и работали над созданием каких-то гаджетов над созданием какого-то оборудования каких-то вещей а после передают и изготавливают в китае там удобнее там дешевле там качественней меньше проволочек потому что у них есть одно из качеств патриота который мы тоже подойдем а сейчас мы продолжаем разговор о качестве которые близко к нестяжательству я вам в предыдущем ролике рассказал что движение нестяжательства в русском православном церкви возглавил когда-то нил сорский обосновал его был за это осужден или наказан но в конечном итоге оно закрепилось и больше того у нас огромное количество в том числе и светских после писатели философа поддерживали его и просто процветало но советском союзе то есть стяжателем бой я бы так сказал был в во времена советского союза 30 лет мы отпустили на произвол судьбы объявили капитализм с человеческим лицом а капитализм со стяжательством не может быть человеческим лицом поэтому нам сейчас и требуется возврат в православие в патриотизм и в следующие качества которые сейчас объясню как родилось или как выразилось нил сорский объявив нестяжательство нашел отпор или спор у него состоялся на эту тему с другим святым иосифом володским который защищал имущество монастырей и церквей при этом защищал 100 идеи что то что у них есть это все принадлежит христу ничего страшного в том что красивые и золотые храмы ничего страшного в том что в этих храмах выходят во всем золотом а то и в бриллиантовом священнике это все принадлежит христу и это и есть то как бы воплощенная идея небесной церкви которая в церкви происходит в том числе и за счет определенных средств и он своей идеей вывел имущество церкви из понятия нечестного имущества то есть того которые настяжали имущество естественно уверяем что при этом должны священники и монахи жить скромно не иметь ничего лишнего и сам он иосиф волоский хоть и отстаивал такое богатство церкви при этом действительно прожил очень скромную святую жизнь это наш святой и поэтому его идея который я сейчас подойду что он назвал главной идеей в этом процессе такого получения и является одним из качеств патриота которые в конечном итоге тоже одно из главных качеств русской православной церкви без того без той особенности которые придана была ей в церкви западной католической церкви и это без выкупа за свои грехи то есть человек вкладывающий и дающий церкви и в какие-то другие а другие это социальная среда жертвующий в эту среду свои средства накопленные не является стяжателем он является слугой божьим сыном божьим является воплощением христианской жизни которая получает скапливает и тратит на общее благо эта идея очень понравилась в том числе старообрядцам если старообрядцы до 16 века формируются как хаотичные какие-то значит церкви которые каждый имеет свой устав имеет свое служение и свою форму то как раз после 16 века появляется некая идея у этих старообрядческих церквей жертвенность жертвенность которая сплачивает их трудом сплачивает их в коммуны кстати коммуна появилась идея не с революцией в 20 веке а комиссары они это это в 19 веке уже были в 18 веке уже были и вот эта идея жертвенности она и привела к тому что мы видим церкви не как армянские например где скромность так и осталась вот такая как бы внешняя не сажательность осталась а видим богатые и шикарные вы помните отец севолод чаплин царство его небесное когда был спор о золотой пыли и о часах как раз высказал что ничего страшного в том что жертвует и церковь на этом богатеет нет поскольку вот идея Иосифа Володского разрешает это как жертву Господу как жертву Христу мы не подошли к этому качеству с вами и в пассионатстве Льва Николаевича Гумилева я вам только рассказал что вот эта самая верхняя часть нации или людей которые являются жертвенниками по его понятию это некая пассионарность дар особой энергии сверху пассионарности и она есть у маленькой маленькой части населения но мне кажется он здесь ошибается ну годы такие когда он это все писал и как прошел его отец его родители репрессии и все это он видел он видел что это жертвенность у этого населения которое еще и не стяжает она очень слабо развита поэтому он ее и не ставил какое-то такое преимущество и общее качество патриота а на самом деле именно вот эта жертвенность Россия сделала большой и Россия сделала с красивыми храмами и с красивыми домами поскольку кумвечество и в том числе старообрядческое купечество уже в девятнадцатом веке сосредоточилась на том что вот это богатство которое они имеют оно показывает не только их возможности купеческие что но еще и жертвенность мы как-то в Дунилове с вами были не знаю лет может быть пятнадцать назад там ролик у меня маленький есть и там в этом Дунилове в маленьком селе восемнадцать по моему церквей вот такое же село в Васильевской там шуя огромное количество церквей почему потому что купцы показывали что вместе с заработком и созданием своего красивого быта они жертвуют поэтому строили индивидуально храмы у нас здесь тоже храм построен купцами богатковым Прохоровы Прохоровы тоже большие жертвы жертвователи верхнем ландеце вообще крестьянин Копейкин построил огромнейший собор но я думаю он и здесь вкладывался потому что почему-то одного и того же архитектора строения и в верхнем ландеце и у нас так вот жертвенность как я считаю что ошибается Лев Николаевич Гумилёв не качество индивидуального человека или узкой группы лиц а как раз одна из качеств патриота патриота без этого качества патриотом нельзя быть нельзя называться патриотом понятно что у этих купцов в конечном итоге в 19 веке тем более под воздействием неких западных идей появились абсолютно завиральные идеи этой благотворительности этой жертвенности которые кстати описал и Достоевский ну в частности они создавали публичные дома потому что таким образом давали работу женщинам в Москве несколько знаменитых сейчас зданий на Лубянке там есть здания были публичные дома которые они создавали богатые магазины потому что через покупку продукции можно жертвовать и это конечно уже такая вот завиральные поскольку жертвенность она не может быть на мой взгляд не христианской не может быть жертвенность на грехи что в принципе у Достоевского это и выражено в конечном итоге в преступлении и наказании поэтому дорогие мои патриот не может быть не жертвенным при этом опять я хочу сказать что это не зависит от его имущественных возможностей мы помним что к Христу подошла и нищая и последнюю монетку отдала последнюю монетку и спрашивают его искушающие кто больше пожертвовал вот тот богатый такой как Закхей или вот это нищие и Христос то что сказал она отдала последние а тот а тот ну у нас часто ходит такая идея что надо как в ветхом завете отдавать десятину это и есть жертва прописана десятина но не в евангелии а в ветхом завете но мы с вами знаем к чему привела эта десятина как те кто ее исправно платил и не был замешан в ее утайке распинали Христа гнали гнали его били и всячески вот эту идею жертвенности который он сам и осуществил презирали презирали поэтому дорогие мои так же как и в предыдущем ролике я вас хотел попросил найти если в вас не стяжательство и тогда у вас есть некий шанс быть полноценным патриотом надо несколько качеств иметь которые к этому приведут теперь точно так же я могу вас спросить поищите в себе жертвенность жертвенность и она выражена не в том что вы деньги отдаёте самое то дорогое у человека время труд вот если он отдаёт своё время свой труд ближним или окружающим его а теперь можно отдавать и дальним вот я считаю что я записываю этой ролики жертвуя например своим временем своими силами еще какими то этим но ближние то у нас есть в Венесуэле есть в Колумбии так что тоже расширяем свои возможности жертвовать жертвуем не только в Россию но еще куда то но что жертвуем свой дух свои знания свои силы свое здоровье поэтому если вы найдете в себе это качество жертвы или вдруг увидите что вы таким являетесь да у вас уже второе качество патриота и осталось немножко чтобы можно было сказать что вы настоящий патриот а пока вам всем радости здоровья аминь все и аминь аминь все что да